Приветствую вас! Давайте сразу определимся с тем, что мужчину никак не заставить делать то, что ему не нравится, то, что ему не хочется, то, что ему неприятно, некомфортно или что-то ещё. То есть, если мужчина это делает, то он прекрасно понимает, что ему не хватает денег, но он всё равно продолжает это делать просто потому что. И заставлять человека, значит, подавлять его, значит, играть в силовые игры с ним, ну не знаю, если вы этого хотите, то... Ваше право, конечно, но будет ли что-то хорошее из этого? По моему мнению, нет. Потому что заставление человека приведёт только к тому, что он будет пытаться, значит, сопротивляться вам. А это означает, что он может даже назло вам... назло вам продолжать тратить деньги. Будет лучше, если вы сами будете предъявлять требования к своему мужу, например. То есть, говорить, что мне нужно вот, допустим, то-то, 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 то-то или то-то. Или говорить о том, что мне не хватает того-то, 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 того-то или того-то. То есть, чем больше вы своему мужчине будете предъявлять какие-то, ну я бы не сказал требования, я бы сказал просьбы, тем будет для вас лучше. Потому что, когда вы заставляете его не тратить деньги на, например, родных или на друзей. Вы здесь не используете прямой посыл. То есть, вы не используете я-сообщение в данном случае. А говорите как бы с позиции... Ну, скажем так, с позиции родителя. В большей степени именно с позиции родителя. То есть, вы говорите ему, как бы что, он должен, например, перестать тратить, эм... Ну, тратить деньги там и так далее, и так далее, и так далее. Вы ему это говорите, конечно же, но нужно понимать, что мужчина слышит ваши слова, да, мужчина слышит ваши слова, как прямую угрозу, прямую директиву именно ему. То есть, это директива мужчине, что он не имеет права распоряжаться своими деньгами так, как, например, хочет. Вместо этого ему предлагается распоряжаться деньгами так, как хотите вы. И, естественно, подобный посыл ни к чему хорошему не приводит. Рискну предположить, что ваш муж не отвечает на ваши просьбы. То есть, грубо говоря, игнорирует их так, как он, например, игнорирует то, что вам нужно строить дом. В этом случае можно говорить о том, что уже от вас требуется соответствующее поведение. Причем, заметьте, соответствующее поведение, это не поведение, знаете, какого-то, скажем, наезда на человека, или его третирования, или чего-то еще. Здесь поведение я употребляю слезительно в той форме, что вы сами делаете какие-то выводы, исходя из того, как человек себя с вами ведет, и, значит, корректируете свое собственное поведение. И, значит, в условиях, когда мужчина не идет вам навстречу. Что вы можете принять в этой ситуации или решать исключительно вам? Вы можете проявлять к своему мужу обиды, вы можете показывать мужчине, что вам неприятно, вы можете делать что-либо еще. Это исключительно и целиком ваше право. Вот, что считаете нужным, то и делаете. Это исключительно на ваше усмотрение то, что вы будете делать. Но выбрав свою модель поведения, выбрав свою, значит, линию, свою линию поведения, вам уже нельзя будет от этой линии поведения отклоняться. То есть, если вы, например, решили, что каждый раз, каждый раз, когда мужчина будет, например, тратить деньги на своих родных, вы будете вести себя, скажем так, холодно и отдаленно, отстраненно от него, то этой позиции нужно будет придерживаться постоянно. И если мужчина не обратит на это внимание или если он ничего не сделает, то можно говорить о том, что мужчина, ну, не очень-то волнует то, что вы чувствуете и не очень-то волнует то, чего вы хотите. То есть, грубо говоря, родные ему ближе и дороже, чем вы. В этом контексте, конечно, мужчина делает свой выбор и вряд ли вы на этот выбор можете повлиять. Но вы можете показать мужчине, что вы сами с таким положением вещей абсолютно не согласны. И это ваше прямое право. То есть, если вы не согласны с тем, как мужчина себя ведет, если вы не согласны с тем, как человек преподносит ситуацию, да, то вы можете, в общем-то, поступать так, как вам в этой ситуации угодно. И вот только, и вот только если мужчина увидит, что вы отдаляетесь, только если мужчина увидит, что может вас потерять, реально, только в этом случае вы получите возможность как-то поменять его поведение. Только в этом случае вы получите возможность сделать так, чтобы он поступал по-другому. Иными словами, мужчине нужен мотив, иными словами, мужчине нужен стимул. Без стимула, без стимула, без мотива вы не сможете ничего сделать. Без стимула, без мотива вы не сможете его поменять. Поменять его модель поведения, это, к сожалению, невозможно. То есть, человек должен сам захотеть, а вот что сделать для того, чтобы он захотел, это нужно решать именно вам, потому что, ну, потому что мужчина всё-таки ваш, я полагаю, да, и только вы знаете, как себя с ним вести и что его волнует. Ну, другое дело, другое дело, если вы по той или иной причине, например, боитесь того, что мужчина может оставить вас одну или там что-то вроде того, это, конечно, совсем другой вопрос. В этом случае уже можно говорить о вашей уверенности в себе и в этом случае уже можно говорить о том, как вы относитесь, ну, опять же, сами к себе и как вы воспринимаете сами себя и насколько вы зависите от человека. Засем было бы здорово, если бы вы поговорили с своим мужем и сказали, что вы не против того, что он тратит деньги на своих родных и на друзей, но вы видите прямой вред от этого, значит, вам, вам, как семье и так далее. Вы пишите о том, что его родные и друзья воспринимают его как банкомат. Может быть, так и есть, но ответственность за это лежит на них только наполовину, а другая половина ответственности лежит на самом мужчине, потому что именно мужчина так позволил с собой обращаться. Так вот, если вы скажете своему партнеру, что вы видите в этом для себя вред и вред достаточно серьезный и предложите ему поработать с психологом, либо ваше будущее тогда очень неопределенно. Мужчина, опять же, при наличии любви к вам, вероятнее всего, подобное предложение примет или, по крайней мере, относится к нему достаточно серьезно. Если этого не произойдет, то можно говорить о том, что человеку, опять же, на вас плевать. Если же человеку на вас плевать, то уже вам решать, хотите вы быть с этим мужчиной или нет. Как вы понимаете, все психологи сходятся во мнении, что человека нельзя заставить против его воли. Почему? Потому что заставляя кого-либо делать что-либо против воли, мы делаем этого человека несчастным. И вопрос к вам. Вы хотите, чтобы ваш мужчина был несчастным? Если да, тогда придется признать, что то, что вы испытываете, не является любовью как таковой. Что-то другое, да, но не любовь. В этом нет ничего плохого, но, тем не менее, нужно признать, что ваши отношения в большей степени по расчету. В меньшей, соответственно, эмоциональной. Просто вам для себя это нужно принять, чтобы вы понимали лучше ситуацию и чтобы вы лучше в ней, в этой ситуации ориентировались. Потому что у вас иначе будет искаженное представление. И в случае, если у вас отношения именно по расчету, то я полагаю, что нужно, чтобы мужчине было именно полезно делать то, что нужно. То есть это вы хотите, простите. То есть мужчине должно нравиться то, что вы ему предлагаете. Мужчине должно нравиться то, что вы от него хотите. Мужчина должен видеть выгоду от того, что вы хотите. Если выгоды нет для него, то он не будет этого делать. Потому что в случае отношений по расчету, идея о том, что так хотите вы и делать любимого человека счастливым, к сожалению, не работает. Я полагаю, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.